Добрый вечер! На главном городском новости в студии Ирина Михайлюк. Сегодня подведу информационные итоги недели, а также расскажу, что еще произошло в городе. Новый глава Реутова выбран единогласно. По какому пути сейчас пойдет развитие города? Строить новые детские сады, школы, поликлинические учреждения. Крайняя мера. К реутовским должникам за ЖКХ пришли судебные приставы. Кто попал в черный список и как оттуда выбраться? Недостатков в акте нам не отметили. Готовность стопроцентная. Все ли учебные заведения города прошли комиссию? Борьба с мусором общеобластного масштаба. В Реутове ищут и наказывают нарушителей закона о чистоте и порядке. И тотальные пробки. Детский гараж сейл и отличная погода. Что реутовчан ждет в эти выходные? Дождитесь, расскажем подробнее. Начнем с главного городского события. Станислав Катаров единогласно избран на должность главы Реутова на заседании местного совета депутатов. Кто за то, чтобы избрать главой города Реутов, Катарова Станислава Анатольевича, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержавшихся? Нет. Единогласно. Станислав Катаров отметил, что дальнейшая стратегия развития Реутова существенно не изменится. Серьезная работа предстоит в экономическом секторе. Так, в планах привлечения в город новых инвесторов также продолжат активно развивать социальную сферу. Строить новые детские сады, школы, поликлинические учреждения. Участвовать и продолжать участие в федеральных проектах. Вы знаете, что в городе Реутов сейчас строится эстакада через железную дорогу. Также уделим большое внимание спорту, безопасности и комфорту проживания жителей в городе Реутов. Станислав Катаров избран руководителем Реутова сроком на 5 лет. Ранее, с 2011 года он возглавлял информационно-аналитический отдел администрации города. С 2013 занял должность заместителя главы администрации Реутова. Все общеобразовательные и дошкольные учреждения Реутова готовы к новому учебному году. Специальная комиссия проделала на этой неделе большую работу. Пожарные, Роспотребнадзор, Служба безопасности и представители городского управления образования проверяли, все ли требования выполнены. Претензий ни к одному из учреждений нет, хотя нюансов много. Например, в первой школе закупили новое оборудование в столовую. В Актовом и спортивном зале провели косметический ремонт. Для того, чтобы подготовиться к первому сентября у школ ушло два с половиной месяца. Недостатков в Акте нам не отметили. Отметили хорошую подготовку школы, что нас очень радует. Школа готова принять детей даже завтра и начать новый учебный год, если будет такая потребность. А это уже приемка детских садов. Здесь изменения за лето произошли значительные. В образовательном комплексе «Светлячок» полностью обновили территорию. На площадках заменили малоигровые формы. Это различные домики и скамейки. Появился новый асфальт. А еще разбили настоящий огород и сад с прудом. Отремонтировали и группы. В общем, работы выполнены на 100%. Город Реотов одним из первых выполнил поручение губернатора. О готовности мы полностью отчитались. С комиссией проверили. Все детские сады и школы, учебные заведения. Все полностью готовы к началу учебного года. Также на этой неделе активно боролись с теми, кто мусорит в неположенных местах. Реотов присоединился к антимусорному рейду с говорящим названием «Хэштег свинья». Акция – это общая областная. Проходит каждый день. Не щадят никого. Сотрудники госадмитехнадзора, полиции, представители городской администрации выписывают штраф всем нарушителям, а он солидный – до 5000 рублей. Именно такую сумму заплатила эта жительница. Она выкинула мусор прямо около станции. А вот этот мужчина складировал шина на территории гаражей. Правда, нарушение устранил в этот же день. Продолжаться рейды будут весь август. Главная задача – донести до жителей Подмосковья, что оставлять мусор вне контейнеров нельзя. Минимум 53 риотовских должника могут лишиться своего имущества. Рейды против хронических неплатильщиков по коммунальным платежам организовала служба судебных приставов. Вместе с управляющими компаниями люди в форме наведываются к тем, кто имеет большие долги и описывают все, что нажито непосильным трудом. Мера суровая, но действенная. Кто попал в черный список и как оттуда выбраться, расскажет Ксения Казакова. Улица Октября, дом 5, квартира 131. Первый адрес в черном списке судебных приставов. Коммунальный долг здесь почти 150 тысяч рублей. Платить не хотят, дверь открывать тем более. Хозяйки оставляют требования. За три дня она должна разбитаться с долгами и отправляются к ее коллегам по коммунальному несчастью. Собака людоед. В соседнем подъезде сразу три таких несчастливчика. Визиты судебных приставов здесь не ждали. Им радостных эмоций не испытывают, но открыты к общению. О долгах знают. Обещают исправить ситуацию в следующем месяце. А общий долг у вас вставляет? Сейчас скажу, 293 тысячи на сегодняшний день. 293 тысячи накопились не за один год. Столько по подсчетам приставов можно задолжать, когда не платишь почти 42 месяца. Если денег нет, а их в этой семье нет, арестовывают имущество. Компьютер описать. Компьютер, телевизор. Описали, но не забрали. Имущество оставили на ответственное хранение. В течение 10 дней смотреть телевизор и пользоваться ноутбуком должники могут по законам. Но если техника исчезнет, приставы заведут уголовное дело. Об этом рассказали при свидетелях. Так что отвертеться не получится. Как обеспечительная мера произвели автобуси ареста вот этого ноутбука. В акте я все указала. Номер производства, фамилию, данные должника, сумму задолженности. От вас мне нужна только ваша подпись и все. Подписи собраны, ценные указания отданы. Пора в следующую квартиру. Там к приходу незваных гостей, кажется, приготовились. Что вы сказали? Это молодежь. Мы туда платим. По 15 тысяч могу показать платежку. Обещание заплатить риотовские должники раздавали со скоростью ксерокс. Далги росли не один год, но скрываться в этой квартире даже не пытались. Как только глава семьи устроился на работу, так сразу начал расплачиваться с коммунальщиками. Ваш кассовый аппарат. Ваш кассовый аппарат. Кассовый аппарат принадлежит управляющей компании. Они оплачивает должник и правда регулярно, но из черного списка его не вычеркивают. Кажется, заплатил, но этот долг по-прежнему спокойно спать не дает. Тем временем его имущество арестовали и дали все тот же совет. Платить нужно вовремя. Они получили требования, получили квитанции. Там установлен срок для добровольной оплаты задолженности. В случае, если в указанный срок требование будет не исполнено, то есть оплата не будет произведена, арестованное имущество будет передано на реализацию. Передать имущество на реализацию – крайняя мера. И истории, когда час икс все же наступает немало. Но такая практика считается полезной. После визитов приставов и сотрудников управляющих компаний у должников улучшается память, а безработные находят работу. Ксения Казакова, Анна Ионова, Александр Попов для РТВ. Застройщик жилого комплекса «Рациональ» вновь меняет подрядчиков. Об этом дольщикам на очередной встрече сообщил гендиректор компании «НордВэй» Александр Аронович. Окна, витражи, отделка мест общего пользования, электрика и вентиляция – задачи, которые будут выполнять специалисты новой компании. Договор с ними подпишут на следующей неделе. С этого времени начнется обратный отсчет. За месяц строители должны закрыть тепловой контур дома, чтобы в отопительный сезон войти без проблем. Работа непростая. Почему? Потому что новый подрядчик должен принять этот весь объем, который недоделан еще. То есть мы по каждому помещению проходили комиссионно, по каждой квартире делали акт. Акт технического состояния объекта. То есть где в каждой квартире что есть, где там может быть битое стекло, если не закрывается рама, что она не закрывается, чтобы подрядчик новый принял, чтобы потом он уже отвечал за свою работу. Отвечать за свою работу новый подрядчик будет по утвержденному графику, по которому и продолжат строительные работы. Добавлю, что следующая встреча с дольщиками на стройплощадке пройдет 22 августа в 12 часов. Официальных арбузных развалов в этом году в Риотове нет, но точки продажи работают. В любом случае попросить документы и сертификат на товар любой покупатель имеет право, а продавец обязан его предоставить. Арбузы в основном сейчас астраханские и абхазские. Средняя цена около 30 рублей. В сетевых магазинах, кстати, дешевле почти в два раза. Ассортимент дынь также привычный. Торпеда узбекская и дыня-колхозница по цене 60 рублей. Погода нынче как раз для того, чтобы есть арбузы. В выходные нас ждет настоящая жара. Около 30 градусов и преимущественно без осадков. Небольшой дождь прогнозируют только вечером воскресенья, так что все на улицу. На эти выходные в городе запланировано много мероприятий. Например, в субботу на пешеходной зоне пройдет детский гараж-сейл. Больше информации ищите на официальной странице Риотовских парков в Инстаграме. Ну и напоследок предупреждение от подмосковного ГИБДД всем автомобилистам. В эти выходные на дорогах ожидаются серьезные затруднения. Многие будут выезжать за пределы столицы. Наиболее загруженными будут участки автодорог регионального и федерального значения в местах сужения проезжей части. Также это касается регулируемых перекрестков и мест, где ведутся дорожные работы. В ГАИ просят заранее планировать поездки, избегать магистралей с высоким трафиком движения и активно использовать навигационные интернет-сервисы. На этом у меня все. Еще больше новостей на нашем официальном сайте, в социальных сетях и на канале РТВ в Ютьюбе. В студии была Ирина Михайлюк. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова